Не с обмена любезностями, а с требованием убрать с забора незаконную рекламу, начался визит главы района в детский сад. Сегодня, пожалуйста, снимите. Завтра я попрошу приехать надряд ППС, который зафиксирует, что ее здесь нет. Если нет, штрафа не будет. 140 юных жителей микрорайона Бутово-парк смогут пойти в детский сад уже 1 сентября. Частное дошкольное учреждение, направленное на воспитание в русских традициях, которое ранее именовалось Возрождение, просуществовало около двух лет. Наполняемость была очень низкой, всего около полусотни детей. И с самого начала Олег Хромов предложил застройщикам передать сад району, но получил отказ. Когда группа компании Мортон была поглощена группой компании ПИК, сразу же при первой же встрече с руководством группы компании ПИК, я поставил вопрос о возможности передачи этого детского сада. Я был приятно удивлен, когда вице-президент группы компании ПИК мне сразу же сказала, забирайте. Потому что это большие издержки. Содержание таких помещений реально стоит приличных денег, а та даже плата, которая здесь была, 25 или 30 тысяч рублей на те же самые 50 родителей, никак не могла окупать данного проекта. 36 воспитанников бывшего частного сада останутся в этом саду, но будут посещать его уже по муниципальным расценкам. Обходя группы и кабинеты, глава района вместе с начальником управления образования отметили хорошее качество отделки здания, светлые просторные помещения. До начала учебного года еще есть время, чтобы дооснастить здание необходимым для воспитательного процесса оборудованием. Муниципальные детские сады, которые уже не первый год внедряют федеральные государственные стандарты образовательного и дошкольного образования, более имеют мощную учебную базу. Нам выделяются из регионального бюджета средства на закупку этого оборудования. У нас есть имение лаборатории, имение обсерватории, у нас есть и сенсорные комнаты для психологической разгрузки детей. Вот этим нам и предстоит заняться, если мы говорим о наполнении этого детского сада. Среди гостей, посетивших дошкольные учреждения, была Ирина Овчинникова, директор Бутовской школы номер один. Здесь будут воспитываться будущие ученики этой школы. Ирина Михайловна отметила главный, на ее взгляд, плюс детского сада. Само помещение, оно располагает к тому, чтобы ребенок, приходя, уже учился красоте. Это самое главное, что у него есть условия для того, чтобы он развивался. Для этого созданы здесь все условия. Это и спортивный зал, это и музыкальный зал. И все те помещения для специалистов, они оборудованы тем, тем необходимым, которые нужны для того, чтобы дошкольник развивался. Чтобы он пришел в школу уже подготовленным к восприятию учебной программы уже начального общего образования. Изюминкой детского сада, которую его заведующая Марина Юрчишина наверняка не только сохранит, но и расширит, будет музей. Здесь представлены предметы в русских духовно-нравственных традициях. В планах нового руководителя также создать в саду православный кружок. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошелева. Видное ТВ.